Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Он звучит следующим образом. Мальчику 6 лет плачет везде и всегда уже не знаю, что делать, ходит на боях, берет первые места, но не всегда, конечно. Перед тренировками плачет, но говорит, что хочет ходить. В садике плачет, если ему сделаю замечание. Лучший друг не пришел, плачет. Уже нет сил, не знаю, как быть. Спрашивает Кристина. Смотрите, здесь, на мой взгляд, следующее. Ну вот, если мы так вот посмотрим на ситуацию несколько, ну, несколько здраво, да? Если ребенок плачет, то зачем что-то с этим, в принципе, делать? То есть, ну, для чего что-то с этим делать? Зачем с этим что-то делать? Мне кажется, что, в первую очередь, здесь, если на что и нужно обратить внимание, это на то, как вы, конкретно вы, реагируете на то, что ребенок плачет. Вот мне кажется, кажется, что на это вам нужно обратить свое самое пристальное внимание. Почему? Потому что дети ничего не делают без какой-то, ну, выгоды. То есть, если ребенок плачет, значит, когда-то он понял, что это работает. Если ребенок плачет, значит, когда-то он понял, что, ну, что так можно, что с иными словами, можно плакать, можно получать что-то. Ну, условно говоря, от этого какую-то, может быть, вашу реакцию. Какую-то, может быть, обратную связь, ну, вот, с вашей стороны. Вот. И так далее. То есть, это вот нужно здесь смотреть, как мне кажется. Да? Да? Потому что плачет, это вообще-то привлечение внимания. То есть, ну, то есть, ну, как бы, вашего внимания может быть привлечение внимания, ну, других людей. Вот. И так далее. То есть, тут вот нужно это понимать, как мне кажется. Вот, в принципе, то, что хотел вам сказать. Да? То есть, если вы реагируете чувством вины, вот, на плач ребенка, это один аспект, если вы реагируете чувством злости, например, и разрушение, это другой аспект. Вот. Если вы реагируете еще как-то, еще каким-то вот чувством, то тут тоже нужно смотреть. Вот. На мой взгляд, вы слишком как-то вот с ребенком слиты, то есть, ну, вы сливаете, что называется. Ребенок слишком сильно к нему вот привязаны, на мой взгляд. Вот. И, соответственно, я бы здесь, эм, посмотрел бы, эм, именно личный, личный границ ваш. То есть, ну, между вами и ребенком. Вот. На мой взгляд, это было бы весьма и весьма полезно в контексте того, чтобы вы лучше себя понимали. Немаловажным моментом является участие отца, то есть, ну, вот, во взаимодействии с ребенком. Вот. То есть, эм, немало. Эм, важно, как отец, эм, взаимодействует с своим, ну, вот, со своим ребенком. Вот. Вот. Так что, тут вот нужно тоже этот момент, эм, ну, поисследовать, поисследовать, как мне кажется. Вот. Вот, эм, примерно такой момент. Вот. Если вы, э, ребенка не можете оставить одного, то есть, если вам как-то, ну, вот, сложно, э, именно оставлять ребенка одного. Вот. Вот. А, то, конечно, он тоже будет плакать и их привлекать, э, к себе внимание. Таким образом, если, э, он не привык, условно говоря, э, ну, мы, 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 э, если он не привык находиться наедине с собой. Вот. Это, на мой взгляд, очень важный аспект, чтобы, э, ребенок умел, э, быть сам собой, чтобы ребенок умел находиться сам собой, чтобы ребенок умел, э, условно говоря, развлекать, если, э, если можно, э, если можно, э, так выразиться, э, развлекать сам себя. Вот. Если ребенок этого не умеет, то, в общем целом, довольно серьезные тогда, э, э, получаются проблемы и дело здесь не в слезах. В данном случае это просто следствие, э, вот это следствие, э, 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 э 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 Ну, к примеру, его не оставляют одного, если человек привык к тому, что с ним вот все время что-то рядом, да, то, конечно, это очень негативно сказывается на его состоянии. Это вот история про зависимость в какой-то степени его от других людей. И, конечно, вы можете сказать, что он маленький еще, а ему, грубо говоря, ему 6 лет, вот, вы об этом сказали. И, в принципе, в принципе, я с вами в этом аспекте солидарен, вот, в том смысле, что он, ну, действительно, он маленький, вот, действительно, что в какой-то степени зависит на сорт, там, других людей для него нормально, но, поскольку ему уже 6, то нужно активно приучать ребенка к самостоятельности. Вот, а если он привязан к вам, то, конечно, ни о какой самостоятельности речи быть не может здесь. Ну, и плюс ваше эмоциональное реагирование, да, вот, как, как вот вы реагируете на, ну, то, что он, на то, как он себя ведет, ведет, вот, но это только его подбадривает, только его подбадривает, плакать, плакать, ну, плакать дальше, вот, потому что, как бы, как бы, ну, а зачем, собственно, не плакать? Да? Да? Вот. Для чего себя, ну, сдерживать? Вот это очень такой важный момент, вот, важный, наверное, не совсем приятный. Вот, но, тем не менее, очень серьезный, вот, потому что это касается непосредственно вас и ребенка. Вот, как-то так. На этом все, пожалуй, на данный момент, что я хотел вам сказать, ну, непосредственно по тексту вашего вопроса. Я надеюсь, что вам это было полезно, я надеюсь, что вам это было интересно, я надеюсь, что вы дадите обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, позволит вам лучше понять себя, лучше разобраться в себе и, соответственно, помочь ребенку. Желаю вам удачи, обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok